Служба сегодня была потрясающая в Бутырке. Сюда пришли многие ветераны, наши ветераны. Стояли, молились, исповедовались, причащались потом вместе с заключенными хозяйственной обслуге. Это роднит нас, сближает то, что мы вспоминаем, как оно было, как оно есть и как оно продолжается. Я думаю, так и будет. Потому что Петр I, царь наш, говорил всегда, тюрьма есть ремесло окаянное, а для скорбного дела сего потребны люди твердые, добрые и веселые. И те, которые стояли на постах у нас всегда, охраняли. Это такое, как говорится, кому-то суждено, а кому-то нет. Но пришли нас сюда, как бы нас занесло сюда. Каждый по своей инициативе пришел, как мог. Я лично пришла сюда, потому что поступала в юридический институт. Но тогда, в те советские годы, надо было, чтобы был стаж работы в органах внутренних дел. Только тогда зачисляли в институт. И я, не зная куда, пошла на Петровку 38, где мне дали телефон отдела кадров. Я позвонила сюда, в отдел кадров начальнику, и сказала, что я хочу служить и работать здесь. Вот так это было. А меня, Пресненский машиностроительный завод в Москве, где я работала, тогда рекомендовал по партии на комсомольской путевке, я сюда пришла. Так было. Это очень интересно. Если коснуться нашей истории, то там много чего интересного. И мы это рассказываем сейчас сотрудникам нашим, молодым. И тогда рассказывали, когда служили. И сейчас молодым сотрудникам. Что здесь опыт надо передавать. И с душой подходить к тем, кто находится в этих стенах. Потому что мы знаем, суды у нас и были, и есть. Люди иногда сидят ни за что. А иногда эти люди, заключенные, душу тебе расскажут. Я вот лично очень делилась многие женщины, которые здесь тоже содержались у нас до 1983 года. Здесь сейчас, здесь психиатрическая больница, а тогда был женский корпус. Женский корпус. Потом его перевели в 6-й следственный изолятор города Москвы. Всех заключенных женщин со всех изоляторов. И я хочу вернуться к тому, что сегодня богослужение было потрясающее. И крестный ход вокруг храма. Мы присутствуем здесь на Рождество Христово. На крещение бываем в храме своем. На Пасху всегда, каждый год. На покров Пресвятой Богородицы. Сегодня пришли сюда. И всегда с крестным ходом. Просто душа радуется. Воспламеняется. И все. Мы полетим на небеса вместе с Богом. И сейчас молятся о нас патриархи. По поручению патриарха нам сегодня рассказывали. Больше стали обращаться к заключенным, к церквям, к людям, которые находятся. Матери, женщины, которые тоже совершили преступление. Они раскаиваются. Но они находятся в местах заключения. Увы, это так. И несовершеннолетние мальчики и девочки тоже находятся. И все только к Господу обращаются, когда приходит священник, исповедуются у него. И начинают каяться в своих грехах. Не всегда они расскажут о том, что совершили даже тем, кто их охраняет, руководителем, офицерам. А батюшке они всегда расскажут. И это очень хорошо, что у нас есть церковь. Что мы теперь не так, как в советские времена были. Закрыто все от нас. А сейчас церковь есть. И батюшка есть. Исповедуется. И это приятно. И дай Боже нам, ветеранам, и тем, кто священники здесь служат в этой системе, в следственных изоляторах. Добрых здоровья и долгие лета. Добавил субтитры 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 субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Добавил субтитры субтитры субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.